Вы знаете, что по заявлению начальника ГУР Министерства обороны Кирилла Бутанова, он сообщил, что порядка 11 тысяч военнослужащих Северной Кореи находятся на территории Рашистской Федерации. Кстати, это подтверждает и разведка Южной Кореи. Ну, разведке Южной Кореи я бы вообще доверял безоговорочно, потому как для них это основной объект разведки, я думаю, что там и агентурная разведка, и оптика электронная, и радиотехническая разведка, они работают по полной программе. Если Южная Корея подтверждает цифру в 11 тысяч и говорит, что они находятся на территории Рашистской Федерации, и основная масса их сосредоточена на четырех учебных центрах в районе Хабаровска, между Хабаровском и Владивостоком, вот на этом участке, там находятся эти северокорейские солдаты. Да, они получают рашистскую форму по экипировку, да, они, возможно, получают рашистские документы, то есть рашистский паспорт. Первый отряд из числа северокорейских военных в составе где-то 2600 солдат отправился в район Курска, в Курскую область, и, скорее всего, примет участие в военной операции против наших войск на территории Курской области. Ожидается прибытие этого отряда где-то ориентировочно сегодня-завтра, буквально вот в ближайшие сутки двое. Хотя, по оценкам, ну, в принципе, я думаю, что разведка может там плюс-минус один день. Дело в том, что эшелон с Дальнего Востока идет примерно где-то 10-14 суток, в зависимости от его литерности и приоритетности. Здесь приоритетность наивысшая. Ну, вот, Москва-Владивосток, пассажирский поезд идет 9 суток. На 9-е сутки поезд из Москвы прибывает, утром прибывает во Владивосток. Это, кстати, был поезд номер один Россия, фирменный в Российской Федерации. Вот, из пассажирских поездов. Вот, так что мы ожидаем прибытия северокорейских солдат. Основная часть этих солдат из 11 тысяч, они, это военнослужащие сил специальных операций Северной Кореи. Но, смотрите, Северная Корея вообще имеет в своем составе где-то 1,28 суток. То есть, 1,280,000 это численность регулярной армии. То есть, это те, кто стоит в строю под ружьем. Из них силы специальных операций Северной Кореи насчитывают приблизительно 200,000 человек. Это, кстати, аномальное явление, аномально высокая цифра. Ну, чтобы вы понимали, ни одна страна в мире, даже там такие мощные гиганты, как, допустим, Китай или Соединенные Штаты Америки, да даже милитарная Россия, которая там сейчас пытается довести численность армии до полутора миллионов человек, не могут себе позволить реально содержать силы специальной операции в таком количестве. Почему? Потому что боец сил специальных операций это спецназовец, которого надо, соответственно, экипировать. Его экипировка стоит в разы дороже, чем экипировка обычного пехотинца. И, соответственно, его надо обучить специальным действиям, как спецназовца, а это стоит немалых денег. Вот скажу так, что примерно 200,000 спецназовцев в Северной Корее по деньгам, по эквиваленту, могли бы соответствовать содержанию, ну, примерно миллиона обычных солдат по стоимости экипировки, стоимости подготовки и стоимости содержания. Потому что спецназовца надо мотивировать, у него должно быть выше денежное содержание, у него должно быть больше льгот и привилегий, иначе он не будет мотивирован ходить на специальные задания и выполнять их с огромным риском для жизни. Это не штурмовая пехота, нет, это спецназ. Так что, ну, Северная Корея, как бы, имеет вот такой контингент. Но, если мы чуть-чуть отмотаем назад, на 21-й год, по оценке разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов, северокорейские спецназовцы хорошо обучены, мотивированы и оснащены. Но только по меркам самой Северной Кореи. То есть, если брать соотношение северокорейского рядового солдата, пехотинца и спецназовца, то, конечно, спецназовец стоит на голову выше, чем рядовой солдат. У него может быть чашка риса больше, чем у обычного пехотинца. Но сравнить, допустим, работу или оснащенность, ну, оснащенность я бы не стал сравнить. Я вам сейчас скажу основную справку по основным видам вооружения, вы поймете, почему оснащенность не стоит сравнивать с иностранными армиями Северной Кореи. Они остались в прошлом веке, в середине 20-го, даже не в конце, а в середине 20-го века по оснащенности армии. И, соответственно, а вот по мотивированной, точнее, по боевой подготовке тоже, к сожалению, нельзя сравнить, потому как боевого опыта ноль, абсолютный ноль у армии Ким Чен Ына, у армии Северной Кореи. Поэтому, ну, тяжело сказать, повлияет ли то, что часть войск, предоставленных к Северной Корее, Российской Федерации, является силами специальных операций, силами спецназовцами. Я бы сказал, что, наверное, нет. Почему? Потому что, скорее всего, Россия загонит всех в один окоп и заставит их действовать, как обычная штурмовая пехота. Не более того. Тем более, я глубоко сомневаюсь в том, что российское командование доверит какую-нибудь спецоперацию для северокорейского спецназа. Они не вернутся. Они уйдут в расположение наших войск и там сдадутся в плен. Чтобы только, чтобы сбежать... А мы гарантируем анонимность и гарантируем скрытость от Ким Чен Ына, пусть числятся пропавшими без вести, чтобы там не расстреляли их родственников, которые находятся в заложниках на территории Северной Кореи. Так вот. Поэтому вот со спецназом такая ситуация неоднозначная. Все покажет бой. Насколько эти спецназовцы отличаются от пехоты, ну мы будем... Все равно большая часть аналитиков военных сводится к тому, что их загонят в один окоп и все они будут воевать, как простая пехота. Ким Чен Ыну может быть по большому счету все равно. Ему главное, чтобы вернулись эти пехотинцы с боевым опытом и начали тренировать или обучать, или передавать этот опыт основной массе его армии. И для того, чтобы готовить эту армию к войне с Южной Кореей. Готовить к войне с Южной Кореей. Южная Корея, как я уже и говорил, готова, заинтересована в разрушении сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Не допущение передачи технологии вооружений, потому что здесь северокорейские солдаты могут познакомиться и что такое дроны, и что такое РЭП, и как ведется современная война. Вот этого Южная Корея крайне не хочет допустить. Поэтому они готовы нам помогать и даже готовы пересмотреть нам критерии поставки нам летального вооружения. Теперь по корейской армии, как я уже и говорил. Смотрите, миллион двести восемьдесят тысяч. Это кадровые военные, которые сегодня стоят в строю. Из них двести тысяч, как я уже сказал, силы специальных операций. Что является нонсенсом в мировой практике. Техническая снатка, это вообще, я бы сказал, что, наверное, на уровне катастрофы. В наличии заявлено официально Северной Кореи, что у них в боевом составе находятся три с половиной тысячи танков. Довольно большое число. Но, сколько из них на ходу этих танков, неизвестно. То есть, сколько из них технически исправно и может завестись, неизвестно. В это количество, внимание, в эти три с половиной тысячи входят советские танки Т-34, Т-54, Т-55. Вот это основной состав танковых войск, вот этих трех с половиной тысяч танков Северокорейской армии. Да, не удивляйтесь, во Вьетнаме три четверки стояли в строю. Буквально где-то за год, по-моему, до начала массированного вторжения, Вьетнам отдал часть танков Т-34-85, с пушкой 85, отдал их Рашистской Федерации. Помню, Рашисты устроили там поезд победы, ну победобесия. От Хабары до Москвы гнали его там через всю Россию с помпой, с оркестрами, цветами там и георгиевскими ленточками, колорадскими. Вот, так вот, у них боевой состав Т-34, Т-54, Т-55. Новейшая машина это танк Чон Ма, называется. Ну, в принципе, это собственного корейского производства, но это не ноу-хау, это Т-62 лицензионная копия. То есть, Советский Союз когда-то дал Северной Корее лицензию на производство танков Т-62. Сколько смогли, они там немножко этих машин, пару десятков наклепали, называли их Чон Ма и поставили в строй. Это новейший танк Северной Кореи. Все танки имеют примитивную динамическую защиту, это единственная, как бы, модернизация внешняя. И имеют очень слабую старую электронику, в основном полупроводниковую. То есть, ни о каких микросхемах, микрочипах нет, там речи не идет. Полупроводниковая электроника на транзисторах, как и была в советских танках. Ничего нового, ничего другого. Формально в армии Северной Кореи насчитывается 545 боевых самолетов. Опять же, вопрос, который задают разведки, западные разведки, говорят, а сколько из них реально может завестись и взлететь в воздух? Этого не знает никто. Это страшная военная тайна, как говорили в сказке про Мальчишак и Бальчиша. Из них 18 сравнительно современных самолетов, 18 всего лишь. Это МиГ-29, МиГ-24 и Су-25. Вот это самые современные. Они переданы Северной Кореей еще в 80-х годах Советским Союзом. Остальные абсолютно устаревшие модели на уровне МиГ-17 и МиГ-19. Противовоздушная оборона Северной Кореи насчитывает 170 зенитно-ракетных комплексов С-75 и 10 зенитно-ракетных комплексов С-200. Так что армия большая, почисленная, но не имеющая реального боевого опыта и современной техники. Это армия середины прошлого века. Но, тем не менее, видите, ядерная дубина Ким Чен Ына позволяет ему махать этой дубиной на полмира. Так что посмотрим, что из этого выйдет, как они будут применяться на поле боя. Да, кстати, еще наше главное управление разведки дало более подробную информацию по вот этим сбежавшим. Помните, я вам рассказывал пару дней назад о том, что несколько военнослужащих Северной Кореи, которые прибыли в первой партии подготовительной. Возможно, это была команда, которая готовила лагерь для размещения вот этой подразделения в 2600 человек. Подготовительная команда. Так вот, ГУР нам дает разъяснение. Не 18 человек сбежало. Нет. Там, оказывается, был массовый побег. 14 октября около 40 северокорейских военных, находившихся в Хамутовском районе Курской области РФ, сбежали со своих позиций. Поиск группы продолжался около двух суток. За это время беглецы успели пройти 60 километров за двое суток. То есть, шли маршем, усиленным маршем от места дислокации. После задержания их отправили в Льговский район Курской области для штурмов позиций украинских войск. То есть, как следовало ожидать, это их кинут в бой. И если они не погибнут сами героически на штурмах наших позиций, то им, наверное, помогут. Либо пропасть без вести, либо действительно там погибнуть. Вот это что касается справки, которую дает наше главное управление разведки относительно северокорейских войск, которые могут участвовать в боях против нашей армии. Я думаю, что основное применение будет на курском направлении. Ну а дальше, я думаю, вряд ли Путин рискнет отправить их в Украину. Потому что это может создать прецедент для отправки нам экспедиционных корпусов до наших стран-партнеров. Вспомните, Макрон сидит в ожидании, потирает в руки, ему некуда деть сейчас этот самый французский легион. Он с удовольствием бы его отправил к нам сюда. Южная Корея, я думаю, экспедиционный корпус снарядит аж бегом. Япония может присоединиться к этому. Причем они же придут со своим вооружением. А это совсем другая война. Поэтому тут, скорее всего, пока что Путин будет ограничиваться Курской областью. А дальше посмотрим, насколько. Но, надо понимать, что северокорейская армия едет сюда без вооружения. Без танков. Они не везут сюда Т-55, Т-54. Их пока у Российской Федерации хватает. Они часть артиллерии там передали, снаряды передают, ракеты частично передают. Но взамен просят доллары, чтобы Ким Чин, он любитель, говорят, лобстеров большой, чтобы он покупал себе дорогую пищу. И второе, чтобы армия получала боевой опыт для подготовки ее к войне. Ну и, думаю, самый главный вопрос, который решает Ким Чин Ын, это технологии. Которые он будет требовать от Путина, нелегитимного. Это ракетные технологии и ядерные технологии по усовершенствованию ядерных боезарядов, увеличению их мощности, ну и ракетные для увеличения дальности и точности пусков ракет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!